СМИ США пригрозили Евросоюзу отказом в помощи на фоне российской угрозы. СМИ США пригрозили Евросоюзу отказом в помощи на фоне российской угрозы 5.35. AFP 2019. СДР, Белга, США и Евросоюза. AFP 2019. СДР, Белга, флаги США и Евросоюза. Архивное фото Мадрид, 3 июня РИА Новости. США в жесткой форме выдвинули Евросоюзу ультиматум, что он может в условиях российской угрозы остаться без американской военной поддержки, если не даст Соединенным Штатам доступа к своим военным заказам, пишет испанская газета LPIs. По данным издания, такие заявления 22 мая сделал во время встречи с представителем ЕС в области политики и безопасности в Вашингтоне Майкл Мерфи, отвечающий в Белом доме за связи с Брюсселем. Когда придет кризис и Ваша оборона провалится, Ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран, цитирует газета американского чиновника. Недовольство американцев связано с нормами будущего Европейского фонда обороны, ФЭД, и проектами постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны страны ЕС, ПЭСКО. По мнению США, новые европейские нормы в области интеллектуальной собственности, передачи технологий и контроля за экспортом помешают участию американских предприятий в оборонных контрактах в ЕС, пишет ПЭС. 31 мая, 16-1 Россия расширила черный список представителей Евросоюза. Если язык законодательства в области ФЭД и норм ПЭСКО не изменится, ЕС должен будет выбирать, заявил Мерфи. Как отмечает издание, американский дипломат фактически поставил Европу перед выбором, в одиночку обеспечивать безопасность границ Евросоюза или усилить военные возможности за счет НАТО, пишет газета. При этом представитель Белого дома напомнил в ходе встречи, что Россия имеет физические границы с ЕС и представляет прямую физическую угрозу странам-членам, пишет издание. Мерфи также предупредил европейских дипломатов, что любой важный кризис в Европе потребует ответа США, Канады, Великобритании и Норвегии. Эта помощь союзников может и не прийти, если, как уверяет Вашингтон, военные планы ЕС приведут к тому, что их вооружения не смогут работать вместе, пишет газета. Возможно, наши армии станут менее совместимыми и не могут сражаться вместе, заявил чиновник. 14 мая, 18-6. США пригрозили ЕС, оборона не ваше дело, Вашингтон негодует, Европа перестала себя вести правильно. Отказывается действовать вопреки своим интересам. Похоже на бунт на большом западном корабле. А с бунтами американцы привыкли бороться единственным способом. Это не первое предупреждение США в адрес Европы. В мае тоже ПАИС сообщала, что США направили ЕС письмо, в котором предупредили, что его планы в области обороны ставят под вопрос трансатлантическую интеграцию военной промышленности и сотрудничества в НАТО. В ответ глава европейской дипломатии Федерико Магерини заявила, что оснований для беспокойства у Вашингтона быть не должно, поскольку эти проекты не меняют существующие правила закупок. Евросоюз остается открытым для американских компаний и техники, а программа структурированного оборонного сотрудничества ПЭСКО является дополнением ко всему, что у нас уже есть по сотрудничеству в сфере оборонных и исследовательских проектов. Опрос, проведенный в восьми европейских странах в середине мая, ИГОВ, показал, что менее половины граждан этих государств считают, что Россия представляет угрозу безопасности Евросоюза. 31 мая, 17.46 США не смогут помешать реализации Северного потока-2, заявил Чижов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова